Здравствуйте! Вы смотрите программу «Второе дыхание». Это программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни. В здоровом теле, как известно, здоровый дух, а хорошая физическая форма, несомненно, неотъемлемая часть здорового образа жизни. И существует действительно немало способов достижения идеала. Ольга Харламова расскажет о том, насколько полезно танцевать. Некоторые к такому занятию, как танец, относятся несерьезно. Мол, баловство это, но на самом деле танцы – это физическая активность, а она, в свою очередь, неотъемлемая часть здорового образа жизни. Танцы – это искусство и соревновательный вид спорта. Считают знатоки, человеку потребуется ловкость, устремленность, физическая выносливость, хорошая координация движений. Ну и, конечно же, терпение и немалые усилия. Помимо того, что танцы – это занятие для души, они еще и помогают совершенствовать свое тело, но для этого надо постоянно тренироваться в зале и не пропускать занятия. В последнее время танцевальное искусство, именно как спорт, набирает популярность. А ведь зародился танец еще в древности. Тогда это был ритуал или обряд, уже в дальнейшем принимал разные формы и исполнял разные функции. Причем танцы совершенствуются и по сей день, появляются новые стили и направления. Например, «Леди Стайл» – это смесь разных танцевальных стилей. Это направление помогает девушкам выработать гибкость, пластичность и даже артистичность, улучшить осанку и походку, почувствовать себя уверенно, ну и, конечно, держать мышцы в тонусе. Вид на тренировках используют упражнения как на растяжку, так и на силовую нагрузку. Преподаватель по «Леди Стайлу» Марина Пономарева показывает танцевальные связки на собственном примере и помогает своим ученицам овладеть этим танцевальным искусством. «Леди Стайл» – это не одно танцевальное направление, а так называемая смесь. То есть этот стиль включает в себя различные танцевальные направления, такие как джаз-фанк, гоу-гоу, вакинг, вог и много других. Также очень большое внимание мы уделяем растяжке, то есть у нас есть целое занятие, посвященное именно этому. Гибкости, пластики – все это присутствует в нашем стиле. Набор учениц на «Леди Стайл» в Центре танцевального искусства идет от 14 лет. Далее ограничений по возрасту нет. Начать осваивать азы танцевального мастерства никогда не поздно, а терпение и старание обязательно помогут добиться хороших результатов. Помимо регулярных тренировок и питания, очень важен спортивный дух. То есть в моей команде мы все ведем себя как один, как единый целый организм. Я всячески стараюсь поддерживать у девушек коллективный дух, спортивный характер, бесстрашие перед трудностями, которые возникают, готовность посвятить себя этому делу и формирование какого-то коллективного сознания того, что мы – это команда, мы – это коллектив. А стремление к своей цели и постоянная работа над собой помогут участвовать в соревнованиях, а, возможно, даже и занимать призовые места. Наш танцевальный коллектив называется «Санскрит». Мы выбрали это название, потому что санскрит – это язык древней Индии. Его сейчас мало кто изучает, мало кто говорит на нем, но корни его очень древние. И изучение культуры очень интересно. Танец – это тоже язык. И тоже язык, который универсальный. Им пользуются, и корни его очень древние. Поэтому вот это пересечение названий как раз и дало нам право выбрать вот эту формулировку. А ведь эти девушки из группы «Санскрит» пришли в Центр танцевального искусства Софии Фрик недавно. Но цель овладеть этим искусством была поставлена. А большое желание добиться успеха и грамотное преподавание Марины помогло освоить немало танцевальных элементов и даже самим складывать из них танец, как мозаика. Пока что рановато нам идти на какой-то уровень всероссийский или межрегиональный, потому что все должно быть постепенно. Мы растем, мы двигаемся вперед, это главное. Сама Марина без танца в свою жизнь не представляет. С пяти лет она занималась художественной гимнастикой. Конечно, это был суровый спорт. И там мы проводили по четыре, по пять часов в день. Это было практически каждый день тренировки. Выходные дни иногда мы проводили там полностью. То есть это дало мне очень большую базу, очень большую физическую базу, очень большой вклад в мой характер. Потому что когда ребенком тебя приводят в большой спорт сразу, то это очень отражается на всей твоей жизни в дальнейшем. Познакомившись лично со всеми танцевальными направлениями, наша героиня выбрала для себя Леди Стай. И тут есть возможность не останавливаться на одном направлении, а изучать разные элементы и связки. Это не набор механических движений. Танец – это искусство. То есть это то, во что ты вкладываешь себя, и люди это видят. Но что тут еще сказать? Прекрасно, когда человек постоянно работает над собой и добивается новых результатов в любимом и полезном деле. А танец – это пульс, это биение сердца, огромная самоотдача, и это второе дыхание. Любая физическая нагрузка – это, конечно же, хорошо. И главное – найти здесь занятие именно себе по душе. Кто-то любит танцевать, кто-то живет в спортзале, кто-то катается на лыжах. А есть люди, которые, казалось бы, просто гуляют, но делают это они довольно необычным способом. Скандинавская ходьба с палками – это своеобразный вид любительского спорта, представляющий собой пешие путешествия, во время которых при ходьбе опираются на специальные палки, вид которых отдаленно напоминает лыжные. Это относительно новый, набирающий популярность вид оздоровительной физкультуры, который был запатентован финном Марком Кантаном в 1997 году под названием «Оригинальная скандинавская ходьба». Идея же самой ходьбы с палками принадлежит финским спортсменам-лыжникам, которые вначале использовали обычные лыжные палки. Впоследствии оказалось, что спортсмены, интенсивно тренировавшиеся летом, при помощи ходьбы с палками получили зимой значительно более высокие результаты на лыжных соревнованиях. Слегка руки спортсменов ходьба с палками начала распространяться в странах Скандинавии, а затем и в северо-западной Европе, завоевав особую популярность в Германии, где были созданы специальные трассы для этого вида спорта. Автор патентованного названия Марк Кантан разработал и опубликовал первое пособие по оригинальной скандинавской ходьбе и значительно модифицировал строение палок. Благодаря его изобретениям популярность ходьбы с палками сделала новый виток. Оригинальный вид физической культуры получил широкое распространение во многих странах мира. В нашем городе тоже можно встретить людей, у которых так и хочется спросить, а лыжи где? Вот расскажите мне, пожалуйста, дамы, вот палки у вас есть, да, лыж у вас нет. Что это за вид спорта такой? Ну, это очень хороший вид спорта, называется скандинавская ходьба. Он пришел к нам, как говорят, со Скандинавии, в частности, из Финляндии. Вот. Ну, а лыжи мы всегда отвечаем, дом забыли или потеряли. Вот. Ходим при помощи палочек передвигаемся. А это вот чисто зимний вид спорта или летом тоже можно спорта? Нет, это универсальный вид спорта. Заниматься можно круглый год, да, ведь зим? Да. Летом даже удобнее. То есть вы в любую погоду и зимой, и летом вот занимаетесь? Четыре раза в неделю по два часа. И сколько лет уже? Вот я занимаюсь четыре года. А вы? А я скоро два. Обязательным элементом снаряжения для скандинавской ходьбы, конечно же, являются специальные палки с наконечниками. Следует сразу отметить, что обычные лыжные здесь не подойдут, поскольку они значительно длиннее. Неправильно подобранная длина повышает нагрузку на опорно-двигательный аппарат, особенно на спину, колени и щиколотки. Здесь такая особенность должна быть, ну, как бы вот по методике, что угол должен быть прямой по локте. Вот. Поэтому мы регулируем. Значит, у нас здесь специальные меточки есть. Регулируем, на тест проверяем. Несомненно, скандинавская ходьба – это очень полезно. Очень хорошо тренируются мышцы спины и плечевого пояса. В то время, как, к примеру, при беге мышцы верхней половины тела мало задействованы. Учёные подсчитали, что при скандинавской спортивной ходьбе получают повышенную нагрузку около 90% всех мышц человеческого тела. А вот при обычной ходьбе – только 70%. С другой стороны, опора на палки уменьшает нагрузку на коленные и тазобедренные суставы, а также на пяточные кости. Поскольку при скандинавской ходьбе задействовано большое количество мускулатуры, она сжигает энергии почти в полтора раза больше, чем обычная прогулочная ходьба. Большая энергоёмка из скандинавской ходьбы способствует тренировке мышцы сердца. Научные исследования показали, что ходьба с палками тренирует чувство равновесия и координацию движений. И к тому же является идеальным средством для улучшения осанки. Поскольку при скандинавской ходьбе задействованы мышцы верхней половины туловища, она, в отличие от обычного прогулочного шага, повышает дыхательный объём лёгких более чем на 30%. Ещё этим видом спорта можно заниматься в любом возрасте. А по признанию моих собеседниц, во время ходьбы они не только оздоравливаются и получают удовольствие, для них это ещё и приятный способ общения. А как вообще такое вот пришло вам в голову, что надо взять палки и пойти гулять с ними? Да, хотя и пенсионеры, всё из интернета. Да вы что? Просто увидели в интернете, что есть такое вот занятие? Ну, в общем-то, если так уж разобраться, у пенсионеров как бы есть два вида деятельности. Один из них это на диване полежать и посмотреть ваш какой-нибудь репортажик или там фильм по телевизору, можно там 12-24 часа. Но все болезни-то у нас от гиподинамии. Поэтому, чтобы так эта жизнь была интересна, надо двигаться. То есть получаете от этого не только физическое здоровье, но ещё и моральное удовольствие? Да, конечно. Вот чем нравится, вот особенно Зине. Зин, скажи, что тебе нравится в этом виде? В этом виде можно разговаривать. И даже рекомендуют во время ходьбы разговаривать. Не просто идёшь, а беседуешь. То есть в отличие от бега это не мешает? Нет, не мешает. Даже приветствуется, чтобы дыхание ровно было, не надо не регулировать особо дыхание. Разговариваешь. Ну, по крайней мере, так у нас начали. В общем, увидев в нашем городе людей, прогуливающихся с палками, не думайте, что они чудаки и просто забыли дома лыжи. А лучше берите пример и присоединяйтесь. В здоровом теле, как известно, здоровый дух. Пешие прогулки – замечательное времяпрепровождение, однозначно полезное для здоровья. Конный спорт также полезен для здоровья, что давно доказано учёными. Общение с грациозными животными крайне положительно сказывается на здоровье человека. Для тех, кто не знает, в Рязанской области функционирует единственный на всю страну институт коневодства. Но на данный момент там беспокоен Манеж, на котором несколько лет назад тренировались десятки. Спортсменов закрыли. Во Всероссийском научно-исследовательском институте коневодства вновь неспокойно. Буквально недавно там, после жалоб в администрацию президента, прошла прокурорская проверка. А теперь в интернете началась кампания по сбору подписей на имя главы государства с просьбой остановить разрушение в НИИК и прекратить издевательство над людьми. На сегодняшний день, с ноября месяца, так как мы перешли уже на зимний период, Манеж института коневодства закрыт на ремонт по надуманным причинам. Якобы он аварийный, но на самом деле это не так. Лариса Борисова, это она, написала эмоциональное воззвание. Показывает нам призы и медали, полученные ее учениками на международных соревнованиях. Тренер высшей категории, кандидат биологических наук и международный судья. Она уже не первый десяток лет готовит чемпионов. Но последние годы, признается, работать стало невозможно. Конфликт с руководством института возник у нее давно. Но последней каплей терпения стало закрытие для тренировок крытого Манежа. Ну, в первую очередь, мы бы хотели добиться, чтобы нам разрешили заниматься. Нам, нашим детям. Потому что в настоящее время наши лошади теряют кондиции свои спортивные. А уже в начале декабря у нас соревнования. Манеж закрыт под предлогом, что там проводятся ремонтные работы. Внезапно, недавно отреставрированное здание стало аварийным. Для порядка в Манеже установлены строительные леса. Но на момент приезда нашей съемочной группы, людей, работавших на них, мы не обнаружили. Впрочем, как говорит Лариса, здесь их и не было. Как рассказывает тренер, так и во всем. Такое ощущение, что у руководства института развернута с ними настоящая война. И театр военных действий расширяется с каждым годом. Вот только как это сказывается на работе учреждения, может рассказать московский тренер. Ничто здесь уже не устраивает. И дети были, и дети разбегаются. Ездить практически негде. Заниматься невозможно. Секции существуют только на словах. Ставка тренера тоже есть, никто не использует. Поэтому как бы все очень грустно и скучно. И скоро совсем, наверное, ничего не останется. Потому что детей и так в спорте нет. Если обратиться к цифрам, то до 2001 года в НИИ коневодство занималось более 50 человек. Четыре года назад их количество составляло уже 20 человек. Сейчас желающих тренироваться в таких условиях осталось четверо. В настоящее время дети сотрудников института, желающие заниматься конным спортом, ну просто лишены этой возможности. Закрытый пони-клуб и спортивная секция. Мы просили руководство института объяснить происходящее. Но наши вопросы так и остались без ответов. Тем временем петицию Ларисы Борисовой всего за неделю подписали более 2,5 тысяч человек. Иван Крестьянин, Денис Беляев, телекомпания «Город». И на сегодня это все. Будьте спортивными и здоровыми, ибо всегда у вас открывается второе дыхание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова